Новые сорта и современные разработки, аппетитные блюда и недорогие семена. Сегодня в Чебоксарах открылась масштабная выставка «Картофель-2013». В этом году на агрофоруме собрались представители 80 сельхозпредприятий. География участников довольно широкая – более 30 российских регионов и 11 зарубежных стран. На их стендах – ноу-хау картофельной отрасли, оборудование для хранения и переработки, средства защиты, удобрения. Об инновационной индустрии картофеля на нынешней выставке говорили много. Проблемы обсуждали за круглыми столами и на расширенной научно-практической конференции. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Российская наука наверстывает упущенное. Селекционные фирмы страны каждый год балуют аграриев новыми семенами. Последние песк моды в картофельной отрасли – вот такие мини-клубни. Они не боятся холодов, вредителей и вирусы им тоже ни по чем. Маленькие корнеплоды дают довольно большие всходы. Раскошелиться за них придется, но дело того стоит, говорят специалисты. Цена одного клубня является 25-30 рублей. Потому что это очень трудоеккий процесс и требует очень многих затрат. Российские сорта картофеля начинают пользоваться большим спросом. Вскоре прогнозируют эксперты, поставки импортных семян на наши рынки сократятся в разы. Только сюда, на Чебоксарскую выставку, привезли более 150 видов второго хлеба. Ставка на качество и товарный вид. На ура в магазинах расходится вот такая картошка без кожуры. Установки для производства упаковок уже планируют приобрести и чувашские предприятия. Это не обязательно даже в этом городе. Это в кафе очень удобно, допустим. В площади есть. То, что там смак делает, вопросов нет. А нужно во все магазины с одной точки поставлять. Без инноваций в картофельной отрасли уже невозможно обойтись. Удобрения для быстрого роста семян, современные агрегаты, системы для орошения полей. Свои достижения на показ гостям выставили чувашские предприятия. В одной из самых крупных агрофирм Сонары нацелены на большой урожай и обновляют технику. Идут в ногу со временем и небольшие картофельные хозяйства. Закупили фрезерный культиватор Сеголандска, комбайн Гримми. Еще копалку купил в прошлом году. Ну как хочу. Потому что копают две грядки сразу. Укладывают картошку сзади на 50 сантиметров. И потом хочу купить однорядному комбайну подборщик. И сейчас уже орошение с учетом глобального потопления нужно внедрять. Ибо засуха 2010 года показала, что без орошения мы соответствующий объем производства, как по урожайности, если возьмем качественные показатели, не получим. Надо минимизировать ошибки земледельца. Чувашский картофель уже давно пользуется популярностью у потребителей. Задача глобальная. Увеличить долю производства второго хлеба. Спрос есть, будет и качественный урожай. В условиях ВТО на это необходимо сделать ставку и крупным, и личным подсобным хозяйствам. С учетом того, что крупнотоварное производство все-таки является локомотивом, наша задача через новые сорта, через крестьянские фермерские хозяйства, через средние хозяйства, конечно, обеспечивать, прежде всего, личные подсобные хозяйства, новыми сортами лучшей селекции. Столы на выставке, как и в прошлые годы, ломились от аппетитных явств. Вареники, пироги, оладьи, фантазии кулинаром не занимать. Из картофеля им удалось приготовить более 200 блюд. Тарелки опустили в считанные минуты. Многолюдно было и в этом зале. Элитные семена на выставке продавали по сниженным ценам. В среднем по 15 рублей за килограмм. Пенсионеров, которые выходили отсюда с большими сумками, довозили прямо до дома. Прям не верится даже. А так бы домой было бы тяжело добираться, да? Разумеется. Троллейбусы попробуй-ка тут вот. Пока пошагаешь на троллейбусы, и уже стоял. Контакты и деловые предложения, подписанные договора. Каждый год на картофельной выставке компании завязывают друг с другом новые сделки и соглашения. Исключением не станет и этот год, уверены организаторы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.